Приветствую, друзья. Роскомнадзор заблокировал доступ к ряду сайтов. Среди них несколько сайтов моих проектов. Это досье, МБХ-медиа, открытые медиа, правозащита открытки, сайт премии профессии журналист и ряд других. Причем никаких официальных претензий заявлено не было. Ну, вот такое вот у нас правовое государство. Российское общество еще, ну скажем так, не в полной мере искоренило правовой так называемый нигилизм. Впрочем, главная претензия понятна. Связь со мной. Просто пока стесняются вот так прямо писать в документах. Озвученная же пропагандистами причина – связь с нежелательными организациями. Конечно, это ерунда. Нет никаких нежелательных организаций в этой истории. Сайты блокируют из-за российского и только российского гражданина, который по определению не может быть нежелательным. Неправовое давление на мои ресурсы появилось не вчера. Но до тех пор, пока проектам грозили только финансовые санкции, я настаивал на продолжении работы. Это были мои личные риски. В текущей ситуации административным или уголовным преследованием рискуют уже сотрудники проектов. Своими деньгами я лично могу рисковать, а вот бессмысленно подставлять людей мне не хочется в сегодняшней ситуации. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России. Это непростое решение. Мы закрываем успешные и профессиональные проекты. Собственно говоря, поэтому власть и пытается заткнуть им рот. Путин и его комарилия хотят на самом деле вернуться в брежневские времена своей молодости. Вернуться в те времена, когда власть была пожизненная. А на проводимых для галочки выборах получалось 98% за. Они мечтают о тех временах, но только с поправкой на свою безудержную алчность. То есть они хотят править как генсеки, а жить как миллиардеры. Вот со всеми этими дворцами, яхтами, виноградниками и прочим азиатским шиком. Но общество-то у нас более современное, чем власть. И оно не готово спокойно воспринимать и вызывающую роскошь чиновников, и бедность населения. Поэтому расследования смотрят, а журналистскую работу в том самом Кремле боятся. И поэтому блокируют сайты. Без МБХ-медиа вы бы не узнали, каким образом Путин тайком ведет стройку своей резиденции за десятки миллиардов рублей. Без расследования открытых медиа вы бы позже, возможно, узнали про многомиллиардный бизнес дочери Шойгу. Или не узнали бы о настоящей истории обогащения зятя премьера Мишустина. А в расследовании проекта досье, чей сайт тоже заблокирован, в том числе рассказывается о том, как целое подразделение Федеральной службы безопасности превратилось в личный чоп Сечина. Кстати, как раз я думаю, что вот от этого самого жадного и некомпетентного члена путинской шайки история с блокировками и прилетела. Я много говорю про Сечина. И даже не потому, что он стоял за разграблением ЮКОСа, просто это один из самых вредных для страны представителей путинского клана. Алчный, жадный до роскоши, злопамятный до безумия и совершенно некомпетентный в том, чем поставлен управлять. А тут вот прямо совпадение какое-то. Наезд начался сразу после того, как Сечин лично пообщался с Путиным в мужском монастыре. Блокировка была сделана руками и по распоряжению Генеральной прокуратуры, которую возглавляет назначенец Сечина генерал Краснов. Тот самый Краснов, который возглавлял и следственную группу по убийству Бориса Немцова, и который пошел на повышение, свернув расследование. Тот самый Краснов, которого курирует еще один порученец Сечина, генерал ФСБ Ткачев. Именно поэтому, к слову, фрагмент расследования про темные делишки самого Ткачева дополнительно внесли еще и в реестр запрещенных сайтов. То, что Сечин уже почти 20 лет продает меня как главную помеху путинской власти, это, конечно, забавно. За это время Владимир Владимирович уже должен был бы заподозрить, что его разводят, что проблема-то в чем-то другом. Например, в его собственном неумении управлять страной, в волчности окружения, в неспособности идти в ногу с веком. Но нет. В результате приходится и вправду быть угрозой этой банде, захватившей власть. Надо же как-то оправдывать доверие. Поэтому, конечно, деятельность и расследование я обязательно продолжу. Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска. Мы продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Нам будет непросто. Возможностей донести информацию до сограждан становится меньше, поэтому надо вполне использовать те, что есть. Я не зря все упоминавшиеся расследования иллюстрировал видео с этого канала. Посмотрите эти расследования, если еще не видели их. Поставьте лайк, помогите распространению. Обязательно подпишитесь на этот канал и на все мои социальные сети. Это сейчас станет важным инструментом для донесения информации. Подпишитесь на обновление Центр Досье. Этот проект целиком работает за пределами Российской Федерации и не перестанет делать важные расследования. И обязательно используйте наш сайт, посвященный осенним выборам в Думу. Вам будет полезна эта информация? Да, скорее всего, до выборов не допустят достойных кандидатов. И голосовать придется за не самых приятных людей, чтобы не дать пройти еще более неприятным. Но даже такой выбор лучше делать, обладая всей полнотой информации о кандидатах. И мы постарались вам ее предоставить. Совершенно точно нельзя голосовать за всех, кто поддерживает новый срок Путина. И неважно, от какой партии эти люди баллотируются. Если кандидат поддерживает новый срок Путина, значит, он поддерживает политические репрессии, бедность населения, коррупцию и отсутствие у страны будущего. Поддерживает безнаказанность убийц Тимцова, одобряет покушение на Навального, на Карамурзу и на многих других. Вот за такого кандидата голосовать нельзя. За кого можно? Думаю, что за подавляющее большинство из предложенных умным голосованием. Тут есть тоже свои нюансы. Мы на сайте, посвященном выборам, немного покопались в биографиях кандидатов. Вдруг, помимо совершенно принципиальной информации о поддержке Путина, вы захотите узнать про каких-то кандидатов что-то еще? Вдруг кто-то из них уже был в Думе и голосовал, например, за закон подлецов? Или выступал за повышение пенсионного возраста? Или был инициатором закона о нежелательности? Думаю, вам это будет не лишне знать. В общем, жизнь становится жестче, но не заканчивается. Закрытие части проектов не является прекращением борьбы, но означает, что свои новые проекты я буду запускать так, чтобы режиму было сложнее с ними бороться. Это значит, что еще больше усилий мной и моими коллегами будет направляться на международную делегитимацию этой власти. Чтобы Путин не мог делать вид, что он нормальный лидер демократической страны. А западные лидеры не могли делать вид, что они ему верят. Чтобы путинское окружение, придворные бизнесмены, их прислуга, их семьи не могли пользоваться украденными деньгами в нормальных странах, а были вынуждены хранить эти деньги под матрацами, строить дома в виде буквы ЖО и просыпаться в холодном бату, понимая, что раньше или позже они всего лишатся. Счастливо вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!